Жайравский район, горная Ингушетия, являются настоящим кладезем истории ингушского народа. Здесь собраны уникальные архитектурные монументы, которые веками являются гордостью ингушей, радуют глаз туристов и многие годы изучались учеными. Мудрость предыдущих поколений необходимо сохранять и беречь. Правда, многие из башенных комплексов республики в полуразрушенном состоянии, нуждаются в принятии срочных мер по спасению от разрушения в реставрации. Во избежание уничтожения объекта археологии и утери культурных ценностей необходимо соблюдать ряд правил, которые прописаны в 73-м федеральном законе. Управление культурного наследия часто сталкивается с ситуациями, когда объекты археологического наследия у нас страдают в рамках проведения строительных, мериативных, хозяйственных и иных работ. В частности, именно в рамках данных работ уничтожаются наши памятники археологии, страдают культурные ценности. Проведение данных работ возможно только в случае отсутствия на территории объектов культурного наследия, объектов археологического наследия. Зачастую заказчикам работ, исполнителям работ неизвестно, они не обладают информацией о наличии и отсутствии объектов на данных территориях. В таком случае данные лица до проведения данных работ, до выхода на проектирование данных работ должны обратиться в органы охраны объектов культурного наследия, в частности на территории республики Ингушетия, это является управление культурного наследия, с заявлением о выдаче информации о наличии и отсутствии объектов культурного наследия на данных территориях. В области охраны объектов культурного наследия существует обязательный перечень требований. Важно знать, как себя вести в случае обнаружения захоронений, обвалов, кому обращаться и какие действия запрещено предпринимать на их территории. Все субботники работы по очистке площади должны согласовываться, а реставрации проводятся с участием экспертов. В границах территории ценных исторических сооружений запрещается проводить земляные, строительные, миллиардативные и иные работы. Исключением являются манипуляции, направленные на сохранение объекта культурного наследия или его отдельных элементов природной среды. Они должны провести историко-культурную экспертизу на проектируемую территорию для установления факта наличия или отсутствия объекта культурного наследия. В случае наличия на данной территории объекта культурного наследия, уже включенного в реестр или выявленного объекта, они разрабатывают проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия в рамках своего проекта строительства. Там разрабатывается раздел, получается заключение историко-культурной экспертизы на данный раздел. И данный раздел направляется в орган охраны объектов культурного наследия для согласования. После согласования данного раздела по обеспечению сохранности объекта, они могут приступать к своим работам. Бережное отношение к предметам культурного наследия – это прежде всего уважение к своим корням. Правда, встречаются и те, кто не осознает истинную ценность вещей, которые несут в себе историю целого народа. Археологические предметы, обнаруженные физическими или юридическими лицами в результате проведения любых видов работ – изыскательных, проектных, земляных, хозяйственных, строительных – подлежат обязательной передаче государству, после чего они включаются в состав государственной части Музейного фонда России. Информация об обнаружении объекта археологического наследия, либо ценности, которые были обнаружены, должны быть незамедлительны в течение трех рабочих дней, направлены в органы охраны объектов культурного наследия. Далее органы охраны реализуют определенный перечень мероприятий, в которые включают в себя организацию работы по проведению полевых работ, археологических работ. И в дальнейшем данные ценности изымаются у юридического лица, либо организации, которые занимаются данными работами. Если сегодня житель нашей республики обнаруживает культурные ценности на территории башенных комплексов, либо в памятниках, в частности в склепах, изъятие этих ценностей, раскрытие объектов является незаконным. Во-первых, они нарушают требования федерального закона, а также их действие сегодня может привести к определенным последствиям. В частности, при проведении в дальнейшем археологических полевых работ, антропологических исследований, возникают проблемы изучения данного памятника и данных ценностей. Правительство региона призывает жителей в случае обнаружения предметов, представляющих историко-культурную ценность, незамедлительно сообщать об этом в Управлении культурного наследия правительства Ингушетии. Часто бывает так, что причиной разрушения объекта может стать естественный природный фактор. Так, 30 августа в башенном комплексе Цори было зафиксировано обрушение наземного склепа, расположенного на склоне берега реки. Представителями Тайпа Цароевых были извлечены останки людей и множество артефактов. Все они были переданы в соответствующие структуры. Та ситуация, которая сегодня у нас сложилась в горной Ингушетии, сейчас на территории башенного комплекса Цори, показалась сегодня, насколько могут быть ответственными обычные граждане. Они довольно быстро организовались и обеспечили сохранность данных объектов. Возможно, они не обладали определенной информацией о порядке действия, которые были необходимы в тот момент. Но, в принципе, их гражданская позиция, ответственность в данном вопросе сегодня сохранили данные объекты. Можно сказать, что на сегодняшний день данные культурные ценности все переданы Краевическому музею. Они переданы в соответствии с требованиями федерального закона. И определенный комплекс полевых работ будет проведен на территории башенного комплекса Цори. Необходимость соблюдать правила на объектах культурного наследия была отмечена главой Ингушетии на совещании по вопросу археологических раскопок в разрушенном склепе в селе Цори. При возникновении чрезвычайных происшествий на местах, представляющих собой культурно-историческую ценность, должны работать только специалисты во избежание повреждения артефактов, с которыми только профессионалы умеют обращаться должным образом, отметил Махмуд Али Калиматов. При любом обнаружении приостанавливают все работы, ничего не трогают, огораживают территорию и без специалистов туда не подходят. Это ежедневный труд. Если мы специалисты, мы можем упустить некоторые такие детали, специалисты только могут и дать нам открытую картину того, что было и то, что до нас дошло. Это должно быть, подчеркиваю, все, что мы делаем, я юрист и сторонник юридических правил, изложенных в нормативах, законах. Мы за него выйдем, у нас ничего не получится. Мы должны все регулировать. Цандина сабрдя, пхэдина сабрдя, ну юридически, потому что тихень, тихень балмабыт. Все найденные предметы и останки в ЦОРИ будут изучены специалистами. Для проведения антропологических исследований правительство намерено пригласить ученых из других субъектов. Охрана и сохранение объектов культурного наследия – одна из главных задач, которую ставят перед собой власти региона. С историческими памятниками связаны многовековые события. Они хранят в себе историю и настроение людей того времени. Именно благодаря культуре и этому наследию народу удалось сохранить собственную самобытность.